Отдельные категории граждан, проживающие на территории города Кирова, имеют возможность оформить льготный проезд на городском и пригородном транспорте, но для этого им придется соответствовать определенным условиям. Из данной статьи вы узнаете, кто и на каких условиях может претендовать на льготный проезд в Кирове, какие документы понадобится собрать при оформлении скидки и куда следует обращаться по данному вопросу. Сколько стоит транспортная карта на льготный проезд в Кирове? Поскольку тарифы на проезд в общественном транспорте были изменены, стоимость транспортных карт также повысилась и составляет стоимость карты РУП, количество поездок 540 000 50 60 530 90, кто имеет право на льготный проезд в Кирове. Важно! Льготный проезд в Кирове сейчас доступен исключительно гражданам, которые могут доказать высокую степень нуждаемости, ежемесячный заработок гражданина должен оказаться не больше 1,5 размеров регионального прожиточного минимума. А именно 14 440 рублей 50 копеек. Уполномоченные органы, прежде чем назначить гражданину льготу на проезд, оценивают совокупный доход целой семьи, который был получен по состоянию на 1 января за три предшествующих месяца, то есть октябрь, ноябрь, декабрь. Подтверждать заработок придется каждый год. Правом на оформление льготы обладают следующие категории граждан. Категория льготников условия получения права на льготу школьники льготой могут воспользоваться учащиеся общеобразовательных учреждений 1-11 класс. При этом важен уровень дохода семьи ребенка. Мать или отец школьника должен подготовить справки о заработке всех трудоспособных членов семейства. Студенты порядок подтверждения прав на льготу для студентов зависит от того, где они проживают. При проживании с родителями потребуется справка о заработках родителей. Если же учащийся вуза живет один в съемной квартире или в общежитии, нужно подготовить временную регистрацию и справку о доходах студента. Пенсионеры, все граждане пенсионного возраста, включая ветеранов труда, должны предоставить справку о размере пенсионного пособия и справку о зарплате, если пенсионер все еще трудоустроен. От предъявления каких-либо справок полностью освобождены федеральные льготники, в числе которых ветераны ВОВ, герои труда РФ, герои социалистического труда, инвалиды первой группы, по зрению, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы. Читайте также статью «Льготы пенсионерам на проезд в электричках». Порядок оформления льготного проезда в Кирове. Чтобы получить право на покупку проездного билета на общественный транспорт Кирова со скидкой, льготнику необходимо обратиться в уполномоченный орган с комплектом документов. Процедура предоставления прав на льготу имеет свои особенности. Решение о том, имеет ли заявитель право на льготный проезд в транспорте, со скидкой или бесплатной, будет принято руководством Органа социальной защиты населения. С момента принятия от гражданина комплекта документов до оглашения решения проходит не более двух рабочих дней. Если заявка одобрена, льготник получает справку о наличии права на льготу и талоны на проезд, если не имеется автоматизированной системы учета, в количестве не более 60 штук за раз. Студенты талоны получат по месту учебы. Гражданин, подавший документы на оформление льготы и получивший положительный ответ, может пользоваться льготой в течение первого года, а именно с марта по февраль, для школьников и студентов исключения составляют июль и август, поскольку В эти месяцы нет занятий. В следующий раз обращаться в региональное отделение УС необходимо с начала января по конец февраля, чтобы льгота действовала с 1 марта. Если гражданин в первый раз обращается за оформлением льготы, право проезда по сниженной стоимости возникает у него только со следующего месяца после подачи заявления в УС или МФЦ. Читайте также статью, где получить проездное для школьников в 2020 году. Какие документы понадобятся, чтобы оформить льготный проезд в Кирове? Чтобы подтвердить наличие права на скидку или бесплатный проезд в общественном транспорте Кирова, гражданин должен подготовить комплект документов, включающий в себя заявление на оформление льготы на проезд, паспорт РФ, пенсионное, удостоверение для пенсионеров, справка о прохождении обучения в школе для школьников, студенческий билет для студентов, временная прописка для студентов, живущих отдельно от родителей, заключение медико-социальной экспертизы. Для инвалидов первой группы по зрению, удостоверение ветерана ВОВ, героя СССР или РФ, героя социалистического труда и т.д. Для федеральных льготников, справка о размере пенсии, для пенсионеров, ксерокопия трудовой книжки, заверенная. Справка о доходах с места работы. Справка о постановке на учет в качестве безработного из Центра занятости населения. Полный перечень документов представлен на официальном сайте Департамента социального развития Кировской области. Куда подавать документы, чтобы оформить льготный проездной? Заявителям, желающим получить или подтвердить право на льготный проезд в Кирове, нужно обращаться в один из перечисленных ниже органов. Региональное отделение Управления социальной защиты населения по месту регистрации заявителя. УСС. В многофункциональный центр города Кирова. В центр Мои документы, информацию о днях приема и часах работы, можно узнать на сайте моидокументы43.рф. Подать документы через портал государственных и муниципальных услуг Кировской области. Читайте также статью, как оформить проездной студенту в 2020 году. Экспертное мнение. Администрация города Киева сообщила о том, что по новым порядкам льгота на проезд в общественном транспорте может быть оформлена только при условии предоставления справки о доходах за три месяца, предшествующие 1 января текущего года. Соответствующие изменения были внесены в текст постановления правительства Кировской области от 30 декабря 2014 года номер 19 дробь 273. В данный момент доходы граждан не должны превышать 1,5 размеров регионального прожиточного минимума, установленного постановлением правительства Кировской области от 19 декабря 2017 года номер 140-п об установлении величины прожиточного минимума по Кировской области за третий квартал 2017 года в размере 9627 рублей. Законодательные акты по теме. Постановление правительства Кировской области от 30 декабря 2014 года номер 19 дробь 273 о льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, типичные ошибки. Ошибка. Гражданин, пользовавшийся какое-то время электронной картой для оплаты полной стоимости проезда в общественном транспорте Кирова, не переактивировал карту после вторичного оформления льготы. Комментарий. Если у гражданина вновь возникло право на пользование льготой при оплате услуг общественного транспорта Кирова, карту необходимо переактивировать, иначе средства будут списывать по полной стоимости проезда. Баланс карты будет сохранен. Обратиться за переактивацией можно в МБУ Центральная диспетчерская служба, улица Пятницкая, 2, и к сотруднику МБУ и ЦВ МФЦ. Ошибка. Студенты не перепрограммировали карту для пользования льготой на проезд в общественном транспорте Кирова во время летних каникул. Комментарий. Сегодня карту любого типа, вне зависимости от цвета, можно перепрограммировать на гражданские тарифы для пользования льготой в летнее время. Школьникам 1-го, 4-го класса осуществлять переактивацию в сентябре не требуется. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. У меня сохранилась ранее выданная карта на льготный проезд в Кирове. Будет ли она продолжать действовать, если в этом году я не подтверждал льготы? Ответ. У жителей Кирова, не имеющих права на льготу на проезд в общественном транспорте. В текущем году ранее выданная электронная карта будет продолжать действовать, деньги на ней не сгорят. Однако плата за проезд с карты будет взиматься по полной стоимости, без скидок. Вопрос номер два. Где выдаются талоны на льготный в проезд в Кирове? Ответ. Пенсионеры и школьники получают талоны до 60 штук за одно посещение в местных органах социальной защиты, а студенты в университете, в студенческом профсоюзе или деканате. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!